Рёв моторов и гул трибун. Бурными аплодисментами югорские болельщики встречают участников Кубка России по ледовому спидвею. Для поклонников мотоспорта подобные соревнования не в новинку. Югорск принимает эти старты уже в шестой раз. Многие пришли поболеть за участников целыми семьями, а некоторые фанаты приехали даже из других городов. Мы из города Белаярска приехали. Просто узнали, что проходят такие мероприятия, решили посмотреть. Вчера были, сегодня пришли с удовольствием смотреть финал. Впервые поэтому вся в предвкушении. Интересно, что будет, как будут проходить соревнования. Я люблю такие интересные адреналиновые мероприятия. То есть с удовольствием посмотрю по поле и привела сюда не только ребёнка, но и маму. За победу боролись 17 гонщиков. Из Уфы, Каменск-Уральского, Шадринска, Тольятти, Кумертау и Ярославля. Один заезд в ледовом спидвее длится всего минуту. За это время гонщики успевают преодолеть четыре круга. При этом разгоняются они до 150 км в час. Сцепление с трассой сохраняется благодаря металлическим шипам на шинах. От трёх до девяти миллиметров. В поворотах пилоты практически ложатся на лёд. Спидвей экстремальный и весьма травмоопасный вид спорта. Поэтому и трасса должна быть выверенной до миллиметра. Это очень серьёзные основные соревнования. Это финал. Это очень серьёзно. Сюда здесь у нас была проведена серьёзная приёмка трека. Технические все моменты были проговорены. У нас сейчас на поле находятся все судьи. Если вы видите, в манишках тоже находиться там, это тоже небезопасно. По итогам соревнований победителем стал Даниил Иванов из Тольятти, серебро-угонщика из Уфы Никиты Богданова, третьим стал Дмитрий Солянников из Шадринска. Кубок России – это часть соревнований, в результате чего формируется команда мотогонщиков, которая будет участвовать в чемпионате мира по спидвее. Спасибо.